Развитие экономической системы страны требует четких и слаженных действий. Важно учесть все нюансы. Для того, чтобы сверить часы и обсудить перспективы, власти регионов, представители бизнеса и ведущие эксперты встречаются на полях экономических форумов о дискуссиях, прошедших на Черноморском побережье. Наш репортаж. Такие кадры возможно снять только в Крыму. Даже из окна машины нашему оператору открываются потрясающие пейзажи полуострова. Туристов он притягивает к себе словно магнит. Вершины гор, пещерные города, памятники архитектуры, заповедники, чистейшие пляжи. Чтобы описать Крым, отведенного для этой передачи эфира, не хватит. Добро пожаловать на 4-й Ялпинский международный экономический форум. Форум. Общение. Место. Площадка. Для общения и скорых людей на различные темы жизни. Вот уже четвертый год подряд в Крыму обсуждают экономическую повестку на годы вперед. Сюда, на площадку Ялтинского международного форума, приехали делегаты из 70 стран. Всего более 3000 человек. Деловая программа насыщенная. Как преодолеть новые вызовы и наладить конструктивный диалог между участниками экономической деятельности? Это один из вопросов пленарной части форума. В этом году он проходил под девизом «Будущее мира – будущее России». Ялтинский форум уже после вхождения Крыма в состав России стал авторитетной, эффективной площадкой для конструктивного, содержательного диалога по ключевым проблемам как мировой экономики, так и экономической деятельности в Российской Федерации. Представители бизнеса, органов, власти, ученые, эксперты признают ценность ресурса таких встреч и традиций, сложившихся за предыдущие годы работы форума. Такой диалог особенно актуален сегодня, когда стремительно меняются условия экономической деятельности, изобертаются новые и новые различного рода внешние ограничения. И здесь нужна в хорошем смысле солидарность бизнеса и власти, для того, чтобы находить эффективные решения и по преодолению барьеров, и по созданию благоприятной предпринимательской среды. Зачастую, реализуя проекты, предприниматели натыкаются на подводные камни. Помочь преодолеть барьеры – задача правительства. Российскому бизнес-сообществу сейчас необходим четкий план. Нужна экономическая определенность, нужна программа, нужно знать, куда мы идем, нужна четкий план, как развивать экономику, какие сектора и на каких принципах, как строить экономическую, промышленную, денежно-кредитную политики страны. Все страны, которые показывали успехи, выстраивали свои стратегические планы. Не буду сейчас останавливаться на всех. Хочу сказать только, например, в Саудовской Аравии, вы видите, план «Видение 2030», национальный поворот, очень похожая экономика, зависимая от нефти. Главная их задача – это диверсификация экономики. Казахстан уже выполнил свою программу 2030 в 2014 году. Наиболее выигрышный ход для экономики страны – развитие внутреннего рынка, считаем бизнес-омбудсмен. Мы должны бороться, конкурировать с импортом, который пока еще очень велик в нашем балансе, и поднимать возможности нашего потребителя. Ориентируясь на внутренний рынок, мы решаем социальные вопросы общества. Кризис показал, что нужна новая политика активного экономического вмешательства государства и стимулирования притока частных инвестиций. Но инвесторов еще необходимо заинтересовать. Развивая экономику, нужно учитывать и региональный потенциал. Если брать на сегодняшний день балово-оригиональный продукт в регионах, то у нас различие, ну, оно в разы составляет одного региона от другого. У нас на сегодняшний день, вы сами прекрасно это ощущаете, это отсутствие магистральной инфраструктуры. У нас между регионами, чтобы попасть у нас в другой регион, как правило, лететь надо через Москву. И говорить о развитии в целом России, не решая эти проблемы, наверное, невозможно. Стратегия социально-экономического развития на сегодняшний день Минэкономики разрабатывается и, в принципе, учитывает все эти аспекты. Рост экономики определяют и межрегиональные связи. На переговоры в Крым чувашская делегация приехала не в первый раз. Между республиками ежегодно увеличивается товарооборот. К примеру, большинство школьных пищеблоков полуострова оснащены кухонной техникой из Чебоксара. Чувашские предприятия помогают развивать электроэнергетику Крыма, возводят крупные подстанции и участвуют в строительстве энергомоста. Вы сейчас подписали соглашение с Крымом, которое предусматривает много разделов и торгово-экономическое, научно-техническое сотрудничество, социальное, культурное на 18-20-е годы. Вот в этом направлении уже есть какие-то шаги, какие-то успехи. Мы все ощущаем и знаем и понимаем, что Россия сильна регионами. И от динамичного развития межрегиональных связей, укреплений и дальнейшего развития лучших практик зависит, конечно, с силы в России. По прошлому году мы вышли с нуля, начинали на 500 миллионов рублей. Предприниматели Республики Крым работают у нас, продвигают свои товары. Цена, качество соответствуют потребителям от спроса на рынке. И наши предприятия тоже вошли на рынок, соответственно, Республики Крым. Те предъявленные санкции, с одной стороны, создали для нас проблемы, но с другой стороны, мы используем те окна возможностей. И наши предприятия, хотя закредитованы, но они находят инструменты. Мы для дальнейшего развития тоже создали региональный фонд развития промышленности, поддержали все эти общественные институты, которые на федеральном уровне представлены. Шаг навстречу друг другу Чувашия и Крым сделали 4 года назад. Тогда помощь полуострову была особенно необходима. На полях инвестиционного форума в Сочи главы республик подписали стратегическое соглашение о партнерстве. Время показало, что оно реализуется весьма успешно. Крым прошел уникальный путь, и здесь можно сказать, что это заслуга, конечно, всей команды нашего президента, правительства Российской Федерации, правительства Республики Крым, законодательных органов власти, Государственной Думы, Советы Федерации. Вы знаете, мы шли по пути проб и ошибок, наверное, по пути испытаний определенных. Но, к счастью, что мы эти испытания прошли, ну, можно сказать, не без сучка и задоринки, но прошли достаточно успешно. Было огромное желание реализовать все поставленные задачи. Вот, наверное, это желание явилось вот таким драйвером этого быстрого развития, достаточно динамичного. И будущее России – это в успешном развитии регионов, повышение благополучия наших людей, установление межнационального мира и согласия на территории нашей страны. Уверен, что все это у нас получится. Глава Чувашии отметил, что в Крым могут быть налажены поставки и альтернативных источников энергетики. На полуострове намерены перенимать и опыт в реализации инвестиционных проектов в сфере экологии. Чувашская республика – это экологический благополучный регион. Мы сегодня с Сергеем Валерьевичем обсудили это объекты технологии в сфере ЖКХ. Михаил Александрович, благодарен вам, что мы вместе с вами реализовывали три хороших проекта. И, в принципе, эта среда сегодня позволяет людям открывать свои производства, создавать новые рабочие места и с учетом производительности труда, конечно, получать другой уровень зарплаты. В Крыму по опыту Чувашии будут реализовывать и программу благоустройства улиц. И те рейтинговые голосования в участии самого населения дают правильно выбрать приоритеты на самом деле. Потому что народ определяет, где что делать, какие общественные пространства благоустраивать, где какую среду создавать. И вот сегодня не сама цель строить жилье. Люди покупают среду. Люди покупают среду. Пускай там квадратный метр будет разниться, но они видят, где школы строятся, где детские сады строятся. Расширять деловые связи между регионами помогают и уроженцы республики. Сейчас здесь действует большая чувашская диаспора. Депутат Госсовета Крыма Петр Зайцев на полуострове живет более 15 лет. Именно при его участии в регионе началась реализация проектов в сфере энергетики. По производству электрооборудования, значит, я был организатором, чтобы в Крымэнерго поставлялось оборудование. И на строящиеся тепловые станции, а у нас строятся сейчас три тепловые станции, которые будут вырабатывать дополнительную электроэнергию. Вот идет продукция. В дальнейшем будем стремиться, чтобы наше сотрудничество во всех сферах жизни человека внедрялось. В Крыму начали развивать и рынок микрофинансовых услуг для бизнесменов. Помощь Чувашской республике понадобилась и здесь. Агентство по поддержке малого бизнеса участвовало в создании фонда микрофинансирования Республики Крым, который на сегодняшний день показывает достаточно хорошие результаты. Портфель организации приближается к 400 миллионам рублей. Они с каждым годом не уменьшают объемов предоставленной поддержки. На форуме было высказано предложение докапитализировать этот фонд до 1 миллиарда рублей. Мы, конечно, видим в этом в том числе и нашу заслугу. На сегодняшний день фонд развивается достаточно эффективно. Вообще, развитие малого предпринимательства – одна из ключевых тем Ялтинского экономического форума. Чтобы обсудить перспективы этой сферы, в Крым съехали с бизнесом бутсмены регионов. На повестке сессии вопросы господдержки и грядущие поправки в нормативные акты. Самый главный вопрос, который задавался нами – что будет с надзорными каникулами для малого бизнеса. Мы все помним историю в Кемерово. Также такие же ужасные пожары были и в других городах. И вот на межведовственной рабочей группе с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации здесь, на полях форума, мы узнали, что концептуального изменения подхода к надзорным каникулам не будет, они останутся. Единственное, что вопрос будет переориентирован в сторону рискоориентированного подхода. Также есть вопросы, которые возникают в связи с необходимостью урегулировать земельно-имущественное отношение, получение разрешительной документации. Вот, в принципе, вот это вот был тот круг вопросов основной, ради которого мы сюда и ехали. Ну и третье, самое важное, мне кажется, это возможность пообщаться с коллегами не только из России, но и из иностранных государств. Участники форума отмечают, от того, как будут развиваться регионы, зависит будущее страны. Очевидно, что экономика субъектов России должна стать независимой от глобальных вызовов. Чувашия и Крым уже стали ярким примером эффективного взаимодействия. Товарооборот республик вырос на 20%. Уже бизнесмены плотно общаются между собой. Спасибо вам за поддержку. Наши коллеги из правительства республики Крым тоже чувствуют себя комфортно, то есть, когда приезжают к вам, им доступ обеспечивается полный к любой информации. Ну вот, вот, все, что есть, лучшее, то есть методики, наработки, все вы предоставляете. Ну, со своей стороны стараемся отвечать тем же. Уверен, что и это все поможет, в том числе, нашим предприятиям найти себя, найти свою нишу. Соответственно, тем более, с учетом сегодняшнего санкционного режима, там, когда, понятно, на нас пытаются, так сказать, определенным образом влиять. Но уверен, что у нас страна все выдержит. Окна возможностей определены. В ближайшие годы республики готовы реализовать целый ряд новых совместных проектов. Это была программа «Экономика в деталях». Мы продолжаем следить за развитием отрасля. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова